хашки ребятушки меня зовут сергей это канал хибара и мы продолжаем проходить dls-200 игры call to arms gate is of hell соответственно пока у нас идет загруж загружка загружка загрузка продолжить игру я хочу сказать что прошлой миссии мы конечно чуть-чуть обделались но я переиграл эту миссию не они миссию переграл я откатился на 5 минут назад даже на минуту и просто стригерил этот броневик которого прошлой серии мы пытались уничтожить я его стригерил он такой такой поехал поехал я и уже там подорвал то же самое и теперь у нас есть возможность его чинить и я собственно уже это начал делать сохранился и вышел то есть я просто откатился уже не на запись поэтому ребятки присаживаемся поудобнее чай кофе к какао маслица сырок все как мы любим приятного вам просмотра и не забываем ставить лайк дизлайк этом видео потому что вам не сложно мне это очень приятно и помогает и мотивирует соответственно комментарии обязательно тоже пишите вот мы чиним я вот здесь вот стригерил пострелял в него он такой отсюда вот так поехал 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 а я вот здесь вот уже с фаус патроном его тоже подорвал наш теперь он у нас все-таки есть зря я бомбил тогда вот чаще хотел сказать хотел сказать что комментарии допиши наши обязательно отвечу свои мысли советы и так далее ну и если есть желание поддержать канал то пожалуйста проходи по ссылкам буду рад любой монетки так ну давайте мы всех соберем в одну кучу пока он чинит я бы снайпером на самом деле бы а вообще я бы на самом деле бы подобрал бы а у меня же патроны не подойдут до у меня же оружие то советское получается ладно тогда мы пойдем мы пойдем 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 и завалим короче ту зениточку кто ну кто смотрел прошлую серию кто не смог тихо 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 они здесь стоят все понятно окей но зенитка нас не дотянет потому что здесь у нас мост будет мешать а я вот как раз сюда очень хорошо дотянусь и здесь кстати ни хера себе а их здесь когда как-то и многовато что ли как-то и здесь на самом деле то немало давайте сохранимся еще раз можно было бы да зенитку но пока я пока не вижу в этом какого-то прям конкретного смысла вот старых частях старых древних вообще частях если ты по моему в кого-то стрелял то кто-то хотя бы как-то такой типу а что где начинает такой хотя бы смотреть а эти просто курят и вообще в ус не дует 6 ну и крики один еще вроде на земле где-то там в ри в речке стоит я кстати может кто заметил не играю в режиме от первого лица ну как то есть есть такая возможность да я не играю потому что я не привык я как-то привык вот классики да вот как пошло от в тылу врага первой части так я вот и играю и мне вот как-то по кайфу да можно включить т режим можно вот как-то ну блин как короче ладно я даже не буду показывать ну в общем вы поняли то есть мне вообще не понравился режим вот от первого лица где-то прикольно да согласен где-то чё-то но в целом для прохождения игры вот особенно одиночки мне как-то вот лично для меня я как не говорю что плохо прям все просто мне не понравилось так ну чё пока он там сидит ты все еще чинишь а ты чинить будешь достаточно долго да хотя я могу уже зайти а кто у меня зайдет тогда в принципе вот обычный егерь а он как раз и чей он так ты как раз починил что там же те еще половину чинить надо было ремкомплект есть в принципе наверное я бы все-таки дочинил бы до конца это чай эта машина сгорела вот это автомобильный пулеметный мне в принципе наверное даже и не нужен я у него сейчас попробую посмотреть что там за патроны и возьму него кстати вот фаус патрон на самом-то деле лучше конечно подобрать потому что по идее курьер так один бинт выкину потому что по идее как мне его взять так предметы я же если грузовику снабжение сбегу я же пополню по сути боеприпас ты себе тем более у него показано 11 то есть у меня я так понял есть все таки заряд или нету непонятно на самом деле так ладно тут у нас же два человека да чё ты с ним стоишь ты давай это клади и езжай по идее у машины два экипажа правильно а даже три ну правильно это же более тяжелое давайте наверно тогда и 3 посадим ну пока что кстати несмотря на то что броневик сгорел я все равно могу у него ни хера ни хера не могу него взять так вот патрончики патрончики здесь подожди так это чисто зенитный что ли подожди на пулемет мг танковый где у него под а вот пулеметная лента все все тогда понял но тогда не подойдет потому что это пулемет с барабаном тогда нет смысла но кстати есть смысл взять вот это вот и топливо тоже возьму пускай две канистры потому что чисто в теории я же могу как бы сесть по сути то он же вроде машина то там люди сгорели когда их огнеметом херачил но по сути то то есть она вон вообще вся целая так что это мы тоже заберем тогда это нам пригодится так пока здесь оставим эти собираемся здесь все в кучке встали так ну и пока что идем снайпером вот я зенитку вижу но она и я в нее не могу и она в меня точно не выстрелит вот а эти почему-то стригерились почему непонятно вот они иногда триггерятся иногда нет вроде я здесь все зачистил по моему здесь вот пехоты больше не осталось она может где-то еще быть но по-моему осталось только зенитка возможно в деревне есть кто-то ну вот здесь я не уверен так ну тогда надо зачистить часть зениточку главш пана помних херачить не начала и голову мне не снесла то я его уже не воскрешу но она меня уже видит кстати потому что она повернулась уходим так план есть другой она очень крупный калибр она еще калибр не чем у меня броневик блин мне такое ощущение что у меня каждый раз камера все левее и левее то есть она мне кажется что она постоянно вот потихонечку двигается в ту сторону люб не кажется наверное кажется просто вот это у меня короче стоит вот это вот вот это вот ну вот 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 эта вот штука это короче это увлажнитель я иногда его включаю но на запись когда не включаю обычно потому что по пяточкам бьет прохладный воздух в такой падает и по пяточкам охлаждает неприятно вот и как бы я его не двигаю вообще и он всегда по границе как раз вот стоит этого камера но такое ощущение что у меня вот эта часть она все вот шире вот камера все шире 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 не знаю просто ощущение такое так ладно я предлагаю тогда просто ползти и просто кинуть гранату у меня сколько граната мне кстати есть же всякие фосфорные там давайте попробуем я в этой игре еще вообще ни разу не фосфорными вообще ничем таким не пользовался а этих надо кстати подвезти медика уберем пока а где еще медик что-то я не понял а медик за руль сел ну ладно просто в любой момент сейчас когда надо будет действовать возможно даже на скорость хотя вот ну нет если мне стреляли вот справа в прошлой серии вот отсюда они херачили значит враги здесь и они скорее всего отсюда пойдут вот сюда и мне надо вот эту оборону держать здесь как там миссия будет развиваться не знаю конечно ланик поползли суть то в чем мне я так думаю я так понял мне просто надо зачистить полностью обе стороны они обязательно находиться на этой то есть вот мне же не засчитали что я вот здесь сделал так ланик и чё у нас там по гранатам это дымовая давай попробуем белый давайте белым фосфором попробую фосфор это же как бы по сути зажигательная так мост наш отлично блин так я мог и броневик тогда фосфорный поджечь так рок еще удерживает близлежащее поселение необходимо вытеснить его оттуда и укрепиться на этом платформе а все значит сейчас карта расширится у хераси так вытеснить врага из поселения вот это же есть вот эта карта я чувствую здесь миссия будет очень на несколько серий я одну серию только вот сюда к речке полз здесь наверно с учетом того сколько мне дали всяких людей мнение у меня не должно быть проблем вот еще вопрос зенитку то я могу катить если я могу катить я ее выкачу сейчас куда-нибудь и и просто всем раздам лющей лющей прям таких сочных так почему не показывается почему-то флажок не показывает куда конкретно куда от кого куда зачем и почему вытеснять ну с учетом того что опять же у меня есть меня сто процентов на меня не должны ехать какие-то тяжелые танки тут вообще никого нету значит я думаю что спокойно можно смело даже я бы сказал просто пересечь пересечь наверно вот тут вот и пока залечь вот здесь вот кстати машинку да машинку я считаю потерял пулеметную ну ладно и ведь смотрите вот прикол а если бы карту обрезали вот здесь я бы не смог на броневике этом больше проехать то есть прикиньте вот еще бы тютика и все я бы не смог управлять этим броневиком и я бы он бы стал бесполезно и остался бы на том куске карте тихо 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 это что да чё такое я не знаю не знаю что это такое давай готовимся стрелять осколочно-фугасный давай бронебойный да в смысле нет так это да нет нет стой а это просто это ни хера себе спасибо ребятки я думал это у него просто пулеметный какой-то но было бы странно да на целую вагонетку ставить просто пулемет ни хера себе так так это мне надо это надо мне блин их спрятать как-нибудь блин а может даже лучше вообще вот здесь вот так вот вот блин так нам зенитку надо занять елки-палки а я не смогу с нее стрелять наверно как я я в него никак не попаду просто надо короче ее занять быстренько и сдвинуть хотя бы вот сюда вот ну вроде двигается быстро поэтому нормально сюда ее поставлю этих короче чтобы их не зацепил и мы крупнокалибером в принципе должны просто размазать размазать тут пока спрячемся единственное что надо медиков отсюда нахер убрать и как он другого чувака сюда посадить блин но огнеметчик тоже нельзя гранатометчик тоже нельзя ну пускай даже все важны все все важны блин у него броня кажется больше и у меня калибр меньше мне 30 хотя блин 3 хотя нет подожди калибр то у меня мощнее ски а он вообще поедет или нет а он вообще поедет а он а а а а а а а работа а что-то он не едет как или едет в а и а а а и а а а а Блин, ну чё теперь он завис, что ли? Я чё, зря всё это делал? А, ну вот он стоит, так, подожди, интересно. Чё это такое, чё у него, 2.5, у него калибр, конечно, меньше, я его должен размозжить просто, тут уже и пехота стоит, так, моя зенитка, зенитка где, но я до него даже не дострельну, если что, давайте его стригерим, он же почему-то поехал в прошлый раз, здесь снайпер, да, наверно, гренадёр просто. Смотри, поехала. Уходим. Так, теперь сохраняемся 100%. Если мы его ещё и захватим, оооо, это будет хорошо, хорошечно будет. Да в смысле? Да всё, я его уже сломал. Так, всё, отлично, теперь осколочный. Надеюсь, я смогу его починить. Судя по звукам, тишина, значит, никого нету, отлично. Я всегда вот в таких в тылу врага частях, мне частенько, вот лично мне, мне не хватало всегда каких-то вот поездов, чё-то вот. Нихера себе. А как, чё он на карте, ну они, блин, вот эта стрелочка белая на карте, она просто закрывает и поэтому порой не видно чё-то. Но я, по идее, могу починить, ну-ка давайте сейчас чисто проверим. Да, смотри, я починить могу, отлично. Бля, зачем ты, зачем ты стреляешь? Так, их там чё-то очень много, кстати. Очень много. Ты беги сюда скорее, надо что-то предпринять, тихо-тихо-тихо. Там же ещё вот где-то вот здесь была тяжёлая зенитка. Исаммаа пуолеста! Исаммаа пуолеста! Стреляй! Уходи нахер отсюда. Хе-хе-хе-хе. Чё за жесть. Уходи нахер. Так, тихо, давайте стреляйте все. Так, может осколочный он выстрелить сюда разочек. Вот так вот. Ой, да, что-то немножко вот тупит иногда искусственный интеллект. Жалко, короче, на вагонетку ещё нельзя прицепить вот эту зенитку, был бы вообще от ас. Ай-яй-яй, тихо, кто? Ага, вижу. Давай стреляй в него. Ты как промазал-то, блин? Вот это хорош. Ну, так придётся всю игру на самом деле, по сути. Всю игру потихонечку снайпером продвигаться. Взял и нестабильно. Давай стреляй! Да-да-да-дя-дя. А-а-а! На самом деле. они вот в этом доме засели блин его бы на самом деле вы как-нибудь не знаю здесь еще техну здесь грузовички и чего-то такого нету а как быть вот на карте показано да где свободная техника есть а когда ее занимает ее не видно значит какая-то зенитка которая тяжелая отсюда выезжала в прошлой серии назначить где-то стоит уже с экипажа жесть иногда такие крики и стоны прям чё по патрон по патрону патронов то у меня кстати кончается потихонечку винтовочные то пуля едет ты покинь какая-то едет для валим отсюда нахер карта карта где карта кто это вообще кто это она это просто брэ а все понял просто пулеметный броневичок ну как вариант тоже неплохо для того чтобы со мной вести бой но я его допустим захвачу а по сути ну опять же но это командирский броневик то командирский потому что здесь вот стоит этот а я надо ой 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 так ну как осколочно-фугасный бронебойный так тут готова осколочный так это подкалиберный мне осколочный надо так а вот тут уже начинается может быть даже проблемка хотя вроде нет патронов хотя бы смотри у меня 60 блин на самом деле патронов то не то чтобы и много а а вот тут уже может проблема начаться тут едет что-то потяжелее так давайте сохранимся в принципе она не то чтобы тяжелее она калибер не потому что у нее два сантиметра хотя у меня вроде тоже два сантиметра нате получай 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 вот так вот хорош вот отлично вообще все а я ее сломал хорош хорош сохраним это мы тоже возьмем как трофей отлично ребята отлично финны зная наших так ну все мы дальше стрелять пока не будем это у нас кто вообще гранатомет чик ну вот прикиньте уже какая серия идет точнее уже полчаса прошло мы вот еле-еле двигаемся а как иначе в такой в такой игре и в такой миссии так убежали ладно мне скоро патроны понадобятся потому что винтовочные у меня кончается ну друзей возьму своих товарищей по оружию или интересно я же так я могу сесть в принципе в эту машину да она наверное даже и не сломана я по сути наверно просто экипаж разбил а сейчас посмотрим может я гусеницу сбил раз он чине пусть пока чине так давайте-ка мы у по ну бинокль есть да ладно так и потому что офицер да а ты кто ты медик да ты медик ты медик а вот и пулеметчик кстати вот это вот хорошая компания надо занять вот эту вот пушечку тихо тихо ложись огонь 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 так я не так одного завалили да а это наверное был один из экипажа может нет сейчас прибегут могут прибегать сам прибегать стоп дождь прибежать солдаты они уже кстати хорош хорош ребята вот такую миссию кстати неспешную несложную по сути пока что еще завалили в принципе можно играть и на героическом уровне сложности не все-таки скорее всего там где-то корпус был поврежден и возможно я не мог на ней это очень долго чинить значит что-то такое серьезное поломка была хотя визуально не видно что сломано обычно видно а командирский потому что у него вон антенна высокий командир с биноклем стоял ну давай давай уже дочинись ты быстрее отлично единственное что непонятно я сейчас поеду нет вроде он не потоплен вроде я еще смогу выехать потому что есть вы хотя ну да залез хорошо это хорошо хочу у тебя там есть то вообще ну просто пулемет ok мне по сути же чё по моему задать вот мне не показана же метка до куда чё бежать чё делать но а тут не так уж и много людей а вот здесь вот кстати людей много надеюсь на меня техника никакая не поедет и меня еще пацаны вот отсюда прикроют а тебе бы желательно конечно пока езжай потихонечку сюда для поддержки на всякий случай потому что там стригерили салда блин я сохраняюсь очень часто ребят царя ну простите меня что поделать давай стреляй хорош у него броня то кстати броня корпуса 520 ну понятно это видно что склёпана даже специально под танк то есть это не броня реального броневичка то есть как вот это да то есть у меня у меня здесь это броня даже 6 миллиметров а здесь но это склёпанная специально броня под такую вагонетку моткала а саллан а чё ты не чинишься то блин серьезно я не смогу починить а я не смогу починить понятно почему вот теперь смогу а зачем не столько мин интересного давалось вот для чего оборонять мост пока непонятно но пригодятся в любом случае потом бежать до грузовика переплывать реку это все очень будет долго и что саллан заман и можно ворваться конечно и попробовать затащить что-нибудь здесь так еще раз задачу посмотрим вытесните врага из поселения но поселение это по сути вот это все это вот до вот этой дороги скорее всего но тут заодно тут огромное это поселение вообще повсюду враги могут во хорош хорош вот это я встал удачно сейчас вот это я удачно стал охренеть давай я хоть постреляю а то что-то как-то он долго сам нихрена себе вот это я удачно встал целую целый взвод положил просто пойду-ка я починил вот эту зенитку надо все собирать все абсолютно мне скорее всего потом скажут когда я это захвачу скажут мол держите оборону окапываетесь потому что вот здесь вот эти всякие ящики с боеприпасами это все что-то как-то неспроста блин перезарядка в самый неудобный момент ну ничего у меня там броня еще томаса блин да прикольно прикольно я на не смогу починить да у меня инвентарь весь просто забит нахер просто вот жестко забит я не знаю что мне выкинуть отсюда но наверное я выкину одну мину наверное мину одну выкину но мне все равно не хватает одного места давайте я наверно граната ударная граната ударная а что она значит это наверно при прикосновении сразу не нету таймера да давайте я одну гранату осколочную выкину так отлично ну пока что так как я сохраняюсь ребят давайте я наверно просто уже ворвусь посмотрю что там есть даже если что-то очень плохо но мне такие миссии в целом вот в целом для одиночного прохождения они мне больше нравится ну как больше мне оборона очень сильно нравится вот оборона я прям вот опа вот ничего не могу сказать оборона это мой прям вообще обожаю просто наступление я не люблю потому что обычно наступление идет как-то вот надо потихонечку не массово не спешить вот оборона это всегда action оборона это всегда напряжение это жестяк это вот ну прям то что мы любим хотя вот ну и люблю я да а вот назри для зрителей вот я не знаю насколько вот скучно смотреть такое вот я честно говорю мне бы наверное лично мне был бы наверно тихо наверно скучновато так я кстати вижу противника я может быть чищу расторожен еще потому что на самом деле там может быть так так мало какой-то пехоты так так вот и кстати починил да получается чается да он даже заведен прикинь даже заведен тогда давайте и сядем пока стрелять не будем что у него там получается два с половиной сантиметра и пулей а у меня еще двигатель не починил мне наверно не хватило этого до не ремкомплекта есть а чё тогда в чем проблема ну-ка давай дальше чини ни хера себе размазал да так так колесо пробит и немножко двигатель поврежден но в принципе это херня есть так опа все тут вроде два было не ты тихо тихо кто стреляет а это он в меня гранаты что стреляет ни хера себе ты охерел что ли лан сохранимся да и вообще ребятки блин 47 минут давайте наверно на этом закончим медленно продвигаемся а что поделать аккуратнее надо нельзя спешить потом я если знаете чё мне потом дизлайки ой как же ты стратишь патроны жестко блин потом скажут вот играю неаккуратно не продумано не никакой тактики ничего вообще ну вряд ли так скажут конечно но могут могут за это дизлайки ставят но кстати ставьте пожалуйста мне не нет мне все равно приятно даже на самом деле я раньше вот раньше я переживал когда ставили дизлайки думали почему мне дизлайк поставили интересно никто не скажет а сейчас на самом деле когда ставят дизлайки я такой да блин да круто все равно вот вообще реально круто я так понял дальше здесь особо никого быть не должно но я съезжу съезжу сейчас вот до вот этого места я все равно сохранилось и конечно так техника отремонтирована конечно зря я поехал чисто одним потому что когда ты едешь у тебя обзор хуже но в принципе раз тут не так все потно вот был бы дали бы мне какой-нибудь знаете поезд железнодорожный такой прям прям чтобы знаете вот ну с орудием зениткой там с пулеметами такой прям бронепоезд бронепоезд он всегда хотел с таким бронепоездом поиграть по моему в каких-то частях были они я уже толком не помню но они по-моему даже немецкие были поезда но вот такого чтоб прям бронепоезда бронепоезда я вот что-то не видел поэтому а хотелось бы так я ну я так понял здесь короче тухло никого нету значит скорее всего здесь вот надо еще пару человек выбить вот отсюда и мы выполним задание топлива 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 я обратно поеду ну и вправо в следующей серии мы продолжим значит следующей серии скорее всего мы до зачистим и потом нужно будет держать оборону скорее всего возможно даже моста южного подожди север юг западный вот если карту смотреть то получается запад то есть вот так вот вот западный мост возможно держать оборону здесь потому что а чё ты задом то едешь елки-палки у тебя и так обзора нету впереди так ты еще и задом не ну в принципе оттачивает мастерство почему бы и нет в принципе да ланенько правда опа реши опа 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 стопа 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 ну-ка огонь в яму заехал стрелять на неудобно огонь хорош хорош прям вообще хорош прям даже вот так приближу так красиво выглядит блин ну я только приблизил а ты уже все блин чат мух вот это мне нравится блин вот я люблю когда одна пехота тяжелого ничего особо нету пулемет конечно этот мгшка просто это какой мг это даже мг 34 но на самом деле 34 хоть и 42 тоже очень мощный но 34 не знаю по моему тоже особо не уступает по своим ттх вот ну ладно ребята всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии обязательно отвечу на каждый комментарий ссылка в описании есть на поддержку канала если есть желание то пожалуйста проходи буду рад любой монетки и жмакай колокольчик чтобы не пропускать следующие видосы увидимся в следующей серии ребятки всем до встречи и всем пока пока пока